Нежник был бедный первое время, рисовал не на холстаха, на мешковине, поэтому все его картины, заметно, что сшиты эти швы мешков, но здесь тоже заметны эти швы, но не менее картина очень интересно, это еще в среднические годы, одни из первых картин, а здесь какая-то непонятная А как вот эта картина называется? Комос и яма Картина называется Мертвые дети, вот здесь на ножон лежат Вот это все его первые картины такие Вторые звали Здесь, значит, коллекция посвящена матерям, значит называется нежность, такая более яркая, более проникнута чувствами материи детей Сейчас еще там я сниму, здесь коллекция посвящена, тема называется ярость, все плачут в слезах, посвящена военным воинам, которые шли в Латинской Америке Вот здесь первая тоже его коллекция, это посвящено народам в Латинской Америке, тут индейцы, метисы, негритянки, негры Вот такой вот музей, ну и здесь вот самая первая его картина Вот еще художник построил на территории своей, как лицефазенды, храм человека такой, сейчас пойдем, там картины пистолетов, о как красиво кита смотрится, мы стоим и смотрим на кита, который он рисовал Классно вообще, хороший вид, да, такой прям Вот поэтому, видимо, 200 и более бул Здесь, ну, ну, супер, красиво очень Вот, а это вот его дом, такой вот тоже классный дом, сам он нарисовал его, сам построил Очень большой, дорогой, с коллекцией его картин, не только даже Пикассо есть, Шагал, в общем, прикольный, прикольный художник Творческая личность, коллекция антических тоже штучек у него Да, здесь такая табличка висит, ЮНЕСКО, скажу, что вот этот комплекс, построенный художником, является семерным средним ЮНЕСКО Ну, это очень почетно, на самом деле, многие даже более большие музеи не удостоились такой чести Сейчас посмотрим ЮНЕСКО ЮНЕСКО Эквадор не неровно дышит, смотри Это любят Эквадор Сидимся перед картиной Шахта называется Стремление к свету Посвященная индейцам, которые работали в шахтах Боливии И погибали там массово Типа они к свету убегают Это вообще этот музей изнутри С картинами Этого художника Вот такой музей получается Внизу тоже что-то есть Вот такой вот, типа вечного огня А, сейчас искусственный дед Внизу горит такой вот имитация огонька Там же тоже музейная часть Сейчас пойдем спустимся, посмотрим И вверху вот, как бы, получается, типа, как храм такой С огнем Хотя он был атеистом По сути храм искусства, так понимаю Вот такая картина интересная Значит, вот так она выглядит Люди У нас стоит из шести квадратов Вот Из шести квадрата можно переставлять И получается куча модификаций Более двухсот Этой картины То есть она может быть Разнообразной Разноплановой Вот Вот этот кусок переставлять И все будет хорошо Так Атина называется Для гитариста Ну Ну Писал Какие-то из России Подвели за нами Художники В музее художника В нижнем этаже Этого музея Вот Здесь вот Представлены тоже Картин этого Художника Это Лица Америки Довольно узнаваемые Картины Это вот Женщина-птица Такая Довольно Неприличная Сидит Не понятно С чем связано Это Строение Инков Он сам Прортрет самого Художника Автопортрет Здесь Такой Вот В индейском стиле Стоит Артефакт Внизу Типа Огня Сделан В виде храма Индейцев Которые жили На этой территории У них также был Внизу Очаг Вверху Солнечный свет проникал Вот Вот И различные Картины Представлены Вот Одиноплановые Такие 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 Тоже интересно Стоит В индейском Компе Стиле Выполнена Вот вот такой вот музей интересный он не дожил до конца скажем так до оформления этого музея все равно опять же вот лица Америки целая экспозиция здесь какой-то зоопарк даются оригиналы даже его картин некоторых вот например вот такая картина называется обнаженный 2513 долларов стоит то есть эти картинки вот здесь которые это 2500 тысячи долларов каждый стоит вот его картинами покупали ракфиллеры поэтому он стал очень известным и достаточно богатым человеком поэтому как бы смог построить такой дом музей то есть деньги скажем так то есть вот все 2513 стоит лица 5 лет с учета дешево скажем так мягко говоря я что-то подобное купил за 30 долларов за 50 местных художников здесь магазин дают картин его он 970 долларов стоит такая акварельные наброски видимо в основе они продают цену 369 такая стоит это 787 довольно много но сам сказал что у него сотни если не тысячи этих эскизов поэтому тут всю жизнь можно продавать не продать вот это уже 70 370 Угу.